здравствуйте я думаю каждый зла знает что одна из причин успеха строительстве ремонте то то что я все за всеми проверяют я проверяю не только проекты проверяющие объекты не только в конце я проверяю процессе ремонта сейчас нахожусь на одном из таких объектов хотел бы провести небольшую экскурсию кое о чем рассказать это будет не какой-то законченный мастер-класс это будет просто небольшая доля информации о том что я сейчас увижу и о том что я хочу вам передать а здесь эта информация поможет тем людям которые каким-то образом связано строительством ремонту давайте начнем потому что времена мало бюджетов проверять я буду много начнем от этого участка вот здесь был коллектор к нему подходили отвратительные временные трубы пластика пойдем я покажу там еще они остались соседей коллектор водоснабжение вот такими вот трубы здесь была проведена вся система чего неплохи они во-первых не выдержит когда даже рабочего давления говоришь каких-то критических и прессовочных давления самых мало у них отвратительные стыки они текут а самое обидное было в том что они вот так вот шли вставлялся кусок сращивающий и они шли дальше то есть было очень много лишних нужных стыков они все находились вон там все это все поменяли мои ребята скрывали вот эти вот полы прокладывали цельный трон теперь пойдемте сюда соседи решили заменить вот эти пластиковые трубы на полипропилен то есть хреновые хреновые трубы заменили на вообще отвратительно устаревшие по технологии вообще морально устаревшие полипропиленовый трубы свои внимательно такие вот стыки каким образом они спали на ютюбе есть безусловно есть товарищи которые умудряются снимать не видео ответы утверждать что полипропилен это круто там нет заужения сечений можно работать но они делают это на столе в идеальных условиях просить этих замечательных товарищей распилить то что они спаяли допустим вот здесь попросить их распилить вот такой вот стык или вот этот вы увидите кучу заужений поэтому еще раз дорогие заказчики никакого полипропилена на объектах быть не должно это уже морально устарела много-много лет назад только пластиковые трубы только с недвижными фитингами и так теперь мы находимся в приходите чем мы сместили коллекторный шкаф отсюда у того чтобы более рационально использовать шкаф вот здесь вот будем так называемые технической секции здесь будет электрощит здесь будет коллектор мы просто заняли всего лишь одну часть для того чтобы здесь уже полностью все было занятой одеждой использовался уже функционально дальше трубы неразрывно еще раз повторюсь от ввода для этого никогда не нужно стесняться вскрыть подъездную плитку она легко снимается также легко ставить соседей никогда не заметит что она была строитель если не знает об этом изначально даже стандартный щит вот таким вот образом я думаю каждый владельцы на стройке уже насмотрелся на все теперь пойдемте покажу каким должен быть нормальный вот мы приехали за нашим щитком где все это делается вот таким вот образом как правило должен выглядеть современный электрощит еще раз напоминаю дорогие заказчики ни в коем случае он не должен собираться на объекте и в коем случае не должно быть сделано в пыли какой-то отверткой по садежи вопрос 1 самого чем щиток собранный в заводских условиях отличается что собранного на объекте отличается самое важное качественно то есть качеством готова если он сборки да именно готового изделия не качеством сборки конкретного аппарата качеством сборки изделия в целом причем с гарантией не на сами локальные элементы в три шкафчик а на всю проводку разводку внутри это заводской изделие который собирается специальным оборудованием снабжается паспортом изделий только так можно получить действительно надежно действительно качестве электрощит теперь пойдемте на покажу еще одну вещь кстати обратите внимание на вот если вы заметили она проложена по всему периметру стяжки если у вас достаточно толстая стяжка под интернет а должна прокладываться строго по всему периметру включая продел здесь как видите идет черновой электромонтаж я думаю все уже догадались вот поэтому вот инструменту обратите внимание когда у вас идет электромонтаж и опять же обращаюсь заказчиком обязательно на объекте должен быть штаборез пылесосом обязательно объекте должен быть газовый пистолет с помощью которого клип скрепится потолком обязательно должен быть тяжелый перфорат для купления вот такие вот коронки если вы у своего электрика этого не видите значит у вас это не это кто-то другой похоже на электрику на не электрик еще одна вещь на инструмент хотел бы сказать вот такой вот чемоданчик для чего это как раз для системы даже от рук с надвижными фитингами это инструмент реха вот многие очень многие мистера отказываются монтировать рехао мотивирует это тем что у нас нет инструменты заказчики вынуждены готова пазовище который называется полипропиленом стоит дляставлять стандартное пазовище запомните заказчики такого чемоданчик там где вы покупаете трубы сдается в аренду и стоит он всего 500 максимум 1000 рублей в сутки то есть вы приезжаете вам все защиты делается на любом рынке в любом месте где продается рехао вы просто приезжаете покупаете комплект труб надвижных фитингов вообще это считает это уже можно взять этот комплект а затем мы с помощью вот этого вот смонтировать может даже обезьяна там все делается двумя движениями итак друзья мини мастер-класс о том как монтируются фитинги нужны расширяем трубу расширять напомню уже два раза один раз стандартно положить другого по 90 градусов иначе могут быть к себе сразу же не тут там вставляем элемент потому что если уставить не сразу труба начинает сжиматься и опять же могут быть к сети затем подвигаем гинзу человеческий фактор исключен защита дурака стопроцентная все готово поэтому никогда не стесняйтесь менять стандартную трубу на современную делать сейчас это просто высокотехнологичные не требует никаких специальных знаний даже сами дорогие заказчики посмотрев один мастер-класс на ютюбе сможете с этим справиться а вы поставили мастеров на душу проконтролировать проще простого никогда не пренебрегайте теперь вы знаете что вот это можно взять в аренду причем очень дешево монтируются вся вот такая квартира буквально двое суток это максимум но если даже вы вылезаете на трое суток максимума штат составит полторы максимум 3000 не будет это стоит того чтобы не затопить потом соседей никогда не трясти что моя сантехника меня теперь давайте как ну брать внимание на логику включать я думаю все кто видел мою проект уже привыкли что здесь всегда идут почти на на скрывать радиатор отопления скрывает робости реки обратно при выполнении двух условий вот этот мощь можно и не терять первый у вас должна быть толстая внешняя стена должна выполнить каких-то легких бетон и 2 вас должно быть отопление по полу как в данном случае вот то есть здесь у вас нет никаких стояков вам нечего скрывать кроме радиатора в таком случае не нужно терять очень нужно просто утопить радиатор внутри вот этого толстой стены оставшаяся часть будет достаточно чтобы минимизировать теплопотери они не будут критичными естественно все еще на штукатуре из глубина ниши составить всего лишь 11 12 максимум 13 учитель что вот так сделать тоже можно естественно вот это все нужно будет обраницем с картоном для того чтобы чего-то нет резких там перепады мощности будет достаточно больших перепада температур тоже будут большие также еще отдельно хотелось бы обратить на вот идет изделие это качество форовский калек всегда менять штатные коллектора потому что любой застройщик достроить ваш дом он ставит просто времянку расчет на то что в ее поменяется никто никогда не будет покупать ничего качества чтобы он служим у вас долгие годы вот он стандартный коллектор который здесь был в принципе на вид он вполне прилично сюда никогда не определи что фигня который подведет буквально через полгода другие заказчики просто поверьте нас ни одному застройщику не интересно чтобы 50 лет жили без проблем мы интересно побольше заработать побольше положить к себе в карму поэтому покупается самый дешевый самый китайской говно у которого всего лишь один критерий отбора подешевле и быстрее всех вот это вот нужно сразу менять сразу от этого избавляться также как и стандартных я сейчас нахожусь в кухне участок будет полностью удаляться для того чтобы вот эти две плоскости находились на одном то есть это будет ложь и который будет полностью на кухне это будет единым неразрывным пространством все будет выбраться а вот утром заказчик уже поставьте ребята которых я рекомендовал для монтажа окон показались немножко дороговатым он нашел своих такой объясню сразу в чем они на косячи смотрите на вот этот первый шов его ширину особенно вот в этот участок он составляет всего лишь 10 11 миллиметров при этом толщина то есть глубина пеного шва составляет 70 миллиметров сразу скажу что абсолютно нельзя в дырочку ширину один сантиметр нормально запеним на 7 сантиметров туда просто насрана пена это никогда не будет корректным пеным швом минимум это 25 миллиметров от 20 до 50 это оптимальная ширина пеного шла тогда он будет сопротивляться деформациям здания будет нормально держать вот это вот холодным образом примыкания фактически здесь все время будет сифоник аркил не пригрыла все равно там будет все время продувать запомните нормальный пеный шов должен быть от 20 до 50 миллиметров старайтесь всегда соблюдать тем более посмотрите здесь везде кругом здание здесь нет каких-то критических ветровых нагрузок нет смысла минимизировать пеный шов объяснить почему иногда минимизирую чем уже пеный шов тем короче крепежные элементы на которых держится раму то есть когда они длинны в раму бьет ветер они деформируются если таких критичных ветровых нагрузок нет то пеный шов нужно делать нормальным как минимума лучше увеличить тогда будет теплее вас будет больше места для утепления последующих особое внимание хотелось бы обратить именно вот участок здесь мы применим целых класс милых решений первое связано с тем что мы увеличили туалет и уменьшили сразу объясню причем это сделал здесь будет жить семья из четырех человек двое взрослых двое детей старшему ребенку 10 лет младшему 6 то есть это дети которые уже хочешь кому родители также посыпаются утром у них биоритм совпадают и окон раковины если она нас просили возникают пробки нам нужно как минимум для раковины для этого увеличили туалет чтобы оставить там полноценный раковин здесь будет большая шикарная полноразмерная вот здесь большая шикарная раковина все сюда отлично вмещается теперь то мы увеличили за счет этого мы смогли вот здесь будет центральный коллектор здесь будет стоять раковина будет стоять унитаз в 10 стиральная машина все отлично также компонуйте сразу покажу трехмерную модель этого объекта до безобразия маленький туалет это безобразие большая ванна заказчикам нужно две раковины поэтому мы переиграли размеры данных помещений как видите переиграли кардинально что мы получили в итоге в ванную с отдельной большой раковины а также туалет со стиральной машинкой и еще одной маленькой но отдельные раковины и для данной семьи это действительно является решением проблема потому что одной раковины им совершенно недостаточно еще одно смело решение которым тоже хотелось бы рассказать заходить сюда еще вот здесь на этот участок если внимательно взглянуть на проект будет ясно что здесь все буквально рассчитан по сантиметрам здесь умещается буквально впритык если вот эта вот стенка была бы смещена сюда даже на 10 сантиметров у нас уже ничего вместилось а теперь давайте пройдем туда дальше вот она вот ее плоскость вот ее плоскость вот а теперь смотри вот здесь раньше бумажа раскрывал он через этажную систему вентиляции не шахта короб после вот этого вот короба мы его удалили объясню для чего для того чтобы выиграть как раз то самый длинноценный сантиметр если привязывать к этой старой стенке то она была вот здесь и по этой полоски мы должны были прийти туда результате мы вы получили что у нас ничего не вмещается самый вот этот широкий шкаф сделан из наших прихожей прихожей пингвинчик это было бы очень а теперь еще раз покажу это на трехмерной модели объекта вот тут участок короба которые мы удалили мы переработали прихожей вот таким вот образом и разница между вот этими двумя полоскостями составил целых 10 сантиметров если бы мы этого не сделали то вот эту стенку необходимо было бы выстроить по плоскости этого короба а следовательно чтобы сбежать вот эту уступ на 10 сантиметров нужно было бы сместить эту стену то есть уменьшить туалет и в результате мы получили бы смещение вот этой вот стиральной машинки на 10 сантиметров в сторону унитаза и им просто невозможно было бы пользоваться то есть эти 10 сантиметров это очень много для ширины вот этого коридора и это очень много и критично важно для компоновки вот этого санузба дорогие проектировщики дорогие заказчики не стесняйтесь применять такие вот смелые решения разрушается шахту нельзя но кто это увидит никто не увидит здесь будет гипсокартон здесь будет нормально шумоизоляции результате заказчик ничего не потеряет посчитать сколько он выигрывает он получает нормальный полноценный туалет в котором все умещают включая стиральную машину получать нормальный достойный прихожий в который можно разойтись даже вдвое никогда не стесняйся таких решений сразу переходим еще к этому решению будет переносить максимально смотрите вот эту дверь мы будем максимально смещать в сторону уклад мой даже для того что вот этот наличник будет почти касаться вот это угла будет визуально не самый крутой вид но в то же время смотреть сколько мы выигрываем выигрывать достаточно несколько нужно поставить на полноценный плотиной шкаф если мы его не сделаем тут здесь поставив рельсы купе мы получаем шкафа 40 сантиметров это шкаф ни о чем эти сантиметры нам критически важны и больше не с этим неприятным внешним видом вот этого ума не стоит на него молиться когда получаем целый здоровенный почти двух с половиной метровый плотиной шкаф полноценной глубины вот смотрите изначально проем входной двери выглядит таким образом после переработки вот так то есть удаляем участок здесь и наращиваем участок здесь в результате получаем неприятный узел примыкания вот здесь то есть наличник двери практически касается стены но зато с этой стороны получаем участок для корректной установки 70 короба чтобы поставить сюда 70 шкаф купе 10 сантиметров из этих 70 займет вот это вот рельса и полноценная глубина шкафа получится целых 60 сантиметров также всегда вы считаете расставлять приоритеты достаточно важный урок потому что иногда прицепляешься к этому узлу примыкания забываешь о том что зарубать приходится ради этого узла примыкания всегда вот эти приоритетности на этом собственно все применяйте правильное решение правильно оставляйте приоритет не стесняйтесь семянных решений на прибыль с вами действительно качественные действительно удобный полновечный ремонт сами как всегда в алексей земскову пока